Про очки дополненной реальности от Apple известно не так много, да и что известно, то неинтересно. Ну, например. В одной из бета-версий iOS 13 нашли упоминание нового аксессуара. Вот это новость. Также была информация от разных изданий. Джекпот, можете сегодня даже лайк под видео не ставить, новости неинтересны. А недавно стало известно о сотрудничестве с Valve для работы над шлемом виртуальной реальности. Комментарии можете тоже не оставлять. Сегодня не будет ничего, что можно было бы абсу. Сотрудничество с компанией разра... Ставь лайк, пиши коммент. Видимо, уже в следующем году мы увидим первые очки дополненной реальности от яблочной компании. С чего бы вдруг? Сегодня не узнаете. То, что после презентации новых iPhone 11 и 11 Pro компания Apple выпустила сразу две бета-версии для разработчиков iOS 13 Golden Master и iOS 13.1 Beta 3, и в них нашли упоминание нового устройства с дополненной реальностью, само по себе ничего не говорит. Эта новость ни о чем. Может быть, Apple тестировала свои последние разработки в области дополненной реальности при помощи какого-то эфемерного прибора. Для тестов понадобился фреймворк и вспомогательные программы. Их поставили в бета-версии и не успели убрать. Все компании что-то тестируют. Для этого и нужны бета-тесты. У нас вон тоже робот Федор на МКС побывал. Можно сказать, бета-тест прошел. И тоже его не успели убрать. В iOS 13.1 Beta 3 была информация о каком-то устройстве, но для нас, как для пользователей, это ничего не значит. По крайней мере, не значило. Недавно, в начале ноября, некоторые источники сообщили, что Apple начинает тесное сотрудничество с компанией Valve. Valve Corporation, американская компания-разработчик компьютерных игр. Самые известные игры от Valve это серия Half-Life, Dota 2, Team Forsters и, конечно, Counter-Strike Global Offensive. Наше все. Steam, кстати, тоже принадлежит этой американской компании. Нам важно то, что недавно компания выпустила свой собственный шлем виртуальной реальности. Это Valve Index. Не прошло и полгода с момента выпуска Valve Index, хотя нет, как раз ровно полгода и прошло, как и Apple начала сотрудничество с этой компанией. Совпадение? Не думаю. Valve знает, как собрать такое устройство, шлем виртуальной реальности, а Apple? Нет, они пока не знают. И именно технология создания такого шлема виртуальной реальности необходима компании Apple. Ага, зачем? Зачем? Чтобы разработать свои очки дополненной реальности. Ну, вы поняли, да? Очки от Apple будут точно, если с ними не случится, то же самое, что и с AirPower. Но я думаю, все будет хорошо. И что дальше? Apple соберет в Тайване свои очки при поддержке Valve и презентует их по данным аналитика Минг Чи Куа во втором квартале 2020 года. А Минг Чи Куа – это человек, который лучше, чем кто-либо анализирует деятельность Apple. Хотите знать, каким iPhone будет завтра? Спросите Минг Чи Куа. Об этом знают все пользователи Твиттера. Итак, это вторая комбинация света на сегодняшний день. Теперь тень есть здесь и здесь. Пишите в комментариях, какая вариация лучше. Также Минг Чи Куа предположил, что очки дополненной реальности могут стать аксессуаром для iPhone. Но вот зачем к iPhone нужно что-то еще? Ведь есть Apple Watch. Минг Чи Куа об этом не рассказал. Минг Чи. Можно я? Шида. Шида. Где такие очки могут быть полезны? Профессиональная сфера нас, я думаю, не интересует. И компанию Apple тоже. А и glasses, будем их так называть, должны стать повседневным аксессуаром. Как, например, Apple Watch. Умные часы у вас всегда под рукой. Точнее, на руке. А очки будут прямо перед глазами. Вроде логика простая, но тогда непонятно, зачем нужен еще один подобный аксессуар, если есть Apple Watch. Плюс не факт, что очки будут уметь мерить пульс и как-то следить за здоровьем в принципе. При покупке умных часов у вас в голове было представление, зачем. Дело в том, что когда вы покупаете аксессуар по цене среднебюджетного смартфона, ответ на этот вопрос очень хочется знать. И чтобы узнать ответ, вы открывали новости и читали, что пишут об Apple Watch там, вот здесь. Apple Watch спасли жизнь велосипедисту в США. В Норвегии умные часы Apple Watch спасли жизнь великовозрастному гражданину. И после этого издательство пишут слово «умные» в кавычках. В чем-то они в несколько раз лучше меня. Например, в объемах продаж. Каждые вторые проданные часы, смарт-часы, это Apple Watch. А каждые первые самые популярные часы в мире среди всех часов. Больше них не продается ни одна модель, даже популярных таких брендов, как Casio, Swatch и тем более Rolex. Тоже Apple Watch. iGlasses поначалу будут смартфоном Galaxy Fold в мире носимой электроники. Они будут заметно выделяться. Однако в этом нет ничего странного и нового. Когда-то обычные смартфоны, которыми мы с вами сегодня пользуемся, были смартфоном Galaxy Fold в мире обычных телефонов. Ну, кнопочные такие были, если помните. И как все изменилось с тех пор, мы прекрасно знаем. Так что, если Apple удастся предложить миру что-то реально крутое и инновационное, в рамках цены на Galaxy Fold, конечно, если они будут стоить очень дорого, то это будет инновационно, но не так круто. И если все получится, то новая эра носимой электроники, а может быть и в принципе взаимодействие со всемирной сетью интернет, не за горами. Не за горами, когда говоришь одновременно, то есть слитно, получается странное слово. Не за горами. Грузинский такой получается. Не за горами. Это прекрасно, но все же, а зачем они нужны? Предлагаю угадать, какие функции поначалу будут доступны в iGlasses. Во-первых, 100% карты. Велосипедистов становится все больше, да и в случае, если вы путешествуете по неизвестным местам пешком, карты перед глазами лишней точно не будет. Поначалу карты в реальности будут доступны лишь в некоторых городах и там, где есть известные здания и постройки, занесенные в базы данных Apple. Чтобы очки могли размещать указатели в пространстве, изображение зданий, дорог и всего, что находится вокруг путешественника, все вот это должно быть в базе данных самого устройства. Иначе очки не поймут, где вы находитесь и на каком расстоянии от объекта. Как мы знаем, недавно машины Apple исколесили все Штаты и составили Street View карты США, так что с этим проблем возникнуть не должно, по крайней мере в США. Может, скоро и у других стран появятся Street View карты от Apple, может даже и у России, но не факт. Единственное, только памяти внутренней в очках будет не так много и как разместить все Street View карты в очках. Весят карты очень много, а как мы знаем, все, что весит очень много и необходимо для работы приложений, может храниться на серверах и по беспроводным сетям 4G, 5G передаваться на устройства. То же самое и с очками дополненной реальности. Я более чем уверен, в eyeglasses будет установлен модуль 5G, чтобы все работало очень гладко. Но все ли так хорошо для нас? Или Apple очки что, будут идеальными что ли? Если задуматься, у вас на голове будет активный модуль 5G, а он греется довольно-таки очень много и активно. Так же как активно работает, так же активно и греется. Еще в очках будет процессор, батарея и другие модули, и с чего бы им не греться, непонятно. Как этого можно избежать? Система активного охлаждения в очках очень сомневаюсь, для этого нужен корпус побольше, например, как Microsoft HoloLens. Microsoft HoloLens. Отличный представитель мира профессионального оборудования 21 века. Если верить рекламе, а я ей верю, то в HoloLens можно собрать целый мотоцикл или запустить программу, имитирующую конкретные природные процессы. Тут сразу вспоминается Тони Старк со своими технологиями. Для повседневного использования совсем не вариант, а вот для повседневного профессионального использования самое то. Но Apple не будет делать очки для профессионалов. Для этого есть Microsoft. Они уже давно на этом рынке. И с чего бы Apple лезть сюда, непонятно тоже. Однако, если Тим Кук поймет, что очки еще как могут составить конкуренцию HoloLens, то Apple пойдет и на этот рынок. Почему бы не забрать часть пирога у Microsoft, это же Apple. Компания с капитализацией в 1 триллион долларов, уже даже больше. И на этом они точно не остановятся. Сервисы запустили. Вы думаете, просто так? Нет, тоже зарабатывать. Кстати, только что в приложениях были слова Apple и приложение. А Apple и приложение это тема предыдущего выпуска. Но пока Apple не пошла атаковать Microsoft, поэтому будем думать и надеяться, наверное, надеяться все-таки, что iGlasses будут очками повседневного использования и будут в роли аксессуара к iPhone. Неужели очки дополненной реальности будут такими большими? Вспомним про Valve Index. Шлем виртуальной реальности от компании, с которой недавно начала сотрудничать Apple. Valve Index тоже не маленький. И если за основу очков дополненной реальности возьмут именно это, то называть iGlasses аксессуаром на каждый день будет очень сложно. Хотели бы вы очки дополненной реальности? Лично я бы был не против. Еще когда впервые увидел Google Glass в далеком, вот в каком-то далеком году, тогда я сразу понял, что это очень хорошая идея. И даже то, как это было реализовано в очках от Google, мне очень понравилось. Чего стоила только встроенная камера? Помнится, кто-то даже пранки успел поснимать от первого лица. В общем, было интересно. Несколько лет дополненная реальность развивалась либо на смартфонах, либо в профессиональной сфере. Но мы же понимаем, что все началось как раз с фильмов про будущее, и там очки носили практически все. В Back to the Future, помню, были такие очки. И, видимо, после попытки Google, после разработок Microsoft, очки дополненной реальности выйдут уже совсем скоро и от компании Apple. А Apple плохо делать не умеет. Обязательно ставь лайк и подпишись. Ну, пожалуйста. Я не прощаюсь. Еще увидимся. Кстати, вот этот звук в наушниках хорошо звучит.